Бетонитовые гидроизоляционные маты Технология и устройство гидроизоляции Геосинтетическими бетонитовыми рулонными матами российского производства Бетонитовый рулонный гидроизоляционный материал представляет собой каркас из двух слоев, один из которых имеет тканную, а другой нетканную структуру, между слоями которыми размещены гранулы бетонита соединенным иглопробивным способом. Данный материал применяют для создания противофильтрационных экранов, способных к самовосстановлению при механических повреждениях, защищающих от проникновения в почву грунтовых вод. Материал производится в виде полотен, размерами шириной 1,15 м и длиной от 5 м и выше. Требования к подготовке основания Вертикальное основание, на которое укладывается материал, должен быть очищенным от грязи. При вскрытии протекающих фундаментов должно быть основание очищено от корней растений, камней и других предметов. Все неровности размером более 10 см необходимо выровнять. Материалы могут быть уложены на замерзшее основание, при условии, если выполнены перечисленные требования. Организация и технология выполнения работ Организация строительно-монтажных работ по устройству гидроизоляции, конструкции бетонитовыми матами следует выполнять в соответствии с проектной документацией. Работы по устройству изоляционных покрытий могут начинаться только после приемки подготовленной поверхности основания. При подготовке бетонных поверхностей необходимо выполнить следующие работы. Заделать швы между сборными конструкциями, бетонитовым шнуром и затереть заподлицо с их поверхностями с бетонитовой пастой. Бетонитовая паста применяется для шпатлевания разных мест, изолируемые поверхности и самоизоляции в местах, требующей починки. Усиление узлов гидроизоляции, а также где требуется большое количество бетонита. Приготавливают бетонную пасту, смешивая бетонитовые гранулы и воду в пропорции 1 к 3,5 – 1 к 5 с помощью мешалки шнекового типа или дрели с насадкой. Укладка бетонитовых матов На вертикальных поверхностях маты можно укладывать как вертикальными, так и горизонтальными рядами. При укладке горизонтальными рядами верхние маты устанавливают на нижние. Установку начинают с одного из углов стены. Величина нахлёстки матов должна быть не менее 150 мм. Поперечные и продольные стыки матов крепят к изолируемой конструкции гвоздями или грибками с шагом 30-40 см. При поврежденных матов места повреждений очищают, обрабатывают большим количеством бетонитовой пасты, укладывают заплаты с помощью пасты, гвоздей или грибков. При длительных перерывах в работе или неблагоприятных погодных условиях уложенные маты накрывают полиэтиленовой пленкой или деревянными щитами. В данном ролике была произведена гидроизоляция производственного помещения, построенного несколько десятков лет назад. Причина гидроизоляции – потёк воды через швы фундаментных блоков из нижних рядов. Условия обратной засыпки при строительстве были нестандартного решения, а фундамент во время строительства закопали мусором, боем камней, кирпичей и тому подобного, через которую вода путём наименьшего сопротивления топила всю подвальную часть здания. Если вам понравилась данная технология гидроизоляции фундамента, ставим палец вверх и подписываемся на канал. Спасибо за внимание! Субтитры подогнал «Симон»!